Добрый день! А вы знаете, как при помощи одной игры узнать мир вокруг, познакомиться с животными, а также развивать память, словарный запас, логику и внимательность? Это очень просто с играми от эксперта в области развивающих игр Лиша Аня. Посмотрим увлекательный и яркий словарный мультинабор с шестью развивающими играми. Ну что, а теперь давайте играть в Мэмори. Цель игры – собрать пары одинаковых изображений. Расположите 48 карточек изображениями вверх, запомните их расположение, а потом переверните карточки вниз. Участник берет любые две карточки и переворачивает их. Если изображение на них совпадает, игрок забирает их себе. А вот как играть в словарную викторину. Это игра для знакомства с животными и окружающим миром. Нужно правильно определять название изображений на карточках. В этом нам поможет наша любимая интерактивная помощница Каротина. Нажимая Каротина на черную точку возле изображения, игрок может услышать радостный звук. Это означает, что ответ был выбран правильно. В следующей игре ребенок должен найти на карте правильный силуэт животного или предмета и с помощью морковки Каротина определить его название. Так ребенок самостоятельно развивет навыки наблюдения, распознавания форм и запомнит название. После того, как ребенок научился распознавать силуэты, задачу можно немножко усложнить. Разложите 4 большие карты, ребенку необходимо правильно выбрать силуэты животных и предметов, которые подходят к картинке вверху. И с этой задачей нам поможет справиться Каротина. А теперь давайте поиграем в лото. Каждый из участников берет в себе большую карту. Ведущий вытаскивает из комплекта маленькую карточку и передает ее участнику, на карте которого есть это же изображение. И даже это еще не все. С увлекательной игрой словарный мультинабор развивать внимание очень просто. Разложите все 4 большие карты в единое поле. Ведущий вытягивает из комплекта малых карточек одну и озвучивает ее игрокам. Кто первый указал рукой на аналогичное изображение, забирает карточку себе. Кто набрал больше, тот и победил. Вот какие веселые и красочные игры разрабатываются в Центре исследования и разработки Лишиани. Основатель которого Джозеппе Лишиани утверждает, те, кто разделяет в лечении образования, могут не знать, что обучение должно быть веселым, а веселье может быть обучаемым.